Я приветствую вас на канале Аленин сад и в этом видео хочу просто ответить на вопрос о выращивании тыквы в мешках. Недавно я выложила на свой канал видео про выращивание кабачков в мешках и мне стали задавать много вопросов и спрашивали можно ли выращивать в мешках тыквы. У меня уже есть опыт выращивания тыквы, пожалуйста, посмотрите в другом моем видео. Там я очень подробно рассказывала о выращивании тыквы лагинария в мешках от и до. И сегодня, в этом году, я вот показываю, я посадила голосеменную тыкву в мешок. Вот видно, вот мешок, вот растет тыква. Вот он даже был такой закрытый. Я сделала просто, в смысле завязан был, я сделала небольшую дырку и в этот мешок посадила тыкву. Мешок в прошлом году все лето отстоял закрытым, так как я в нем создаю компост в мешках. Он был закрыт, весной я сделала дырку, посадила сюда рассаду тыквы. И вот она выросла, эта тыквина. И дала такой вот урожай. Тыквина номер один, тыквина номер два и тыквина номер три. Три вполне неплохих тыквочки, одинакового размера. Мешки выросли. Ну, конечно, я совершенно не поливала этот мешок, потому что вот он так вот закрыт. Испарятся влаги неоткуда практически. Здесь еще трава, листья все это закрывают. Испарение очень небольшое. И та вода, которая попадала сюда вместе с дождем, ее было достаточно. И еще был вопрос про перелив. Делаю ли я отверстия внизу? Нет, отверстия я не делаю. Они, в общем-то, появляются сами собой. Я вас уверяю, снизу прогрызут какие-нибудь животные, какие-нибудь мыши, червяки. Появляется очень много маленьких отверстий. И плюс воды после дождя сюда много не попадает, потому что листья все-таки не позволяют полностью всей воде попасть в незначительную площадь поверхности. Вот, и поэтому перелива нет. А так как нет большого испарения, то и не нужно часто поливать. Но это опять же в нашем клинике. Я надеюсь, я ответила на некоторые вопросы. Здравствуй, дружочек, как же без тебя? Фу, противный. Также в мешке у меня росла учики-кури. Тоже выросло 3 тыквинки вот такого размера. Это мой любимый сорт, потому что она очень долго хранится. Она вкусная такая, сухая, крахмалистая на вкус, сладковатая и ярко-оранжевая. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!